приветствую вас друзья вы на канале все для клева ну и мы стараться чем вдвоем тоже на горасти здравствуйте тоже на канале да решили поймать хищника поймать сильно сказано половить попробовать поймать хищника сейчас допьем кофе и начнем рыбалочку смотрю что народ есть как бы стоит канальчик хороший он примыкает к днестру это мы возле водонасосной станции стоим вот поищем тут щучку бумажка клев запрещен лов запрещен висит вот такая ржавая понятно всем по барабану но чтобы люди знали так то есть нам нельзя ловить что ли получается если придет инспекция могут трахнуть но все таки что мы боимся кого-то ну судя по тому как тут люди ходят будем тоже надо на других людей тоже ходят мы ходим как бы написано что ну вообще клев во всех каналах не я так понимаю что я так понимаю наверное что нельзя ловить там с каши если это водонасосная станция водозаборная там тут нельзя ловить зайдите на любой канал вокруг днестра тоже нельзя ловить на гитаре нельзя ловить тут нельзя ловить хочу на тракторном ловить нельзя написано в правилах так что для любителя поплавка кроме ставка негде ловить по большому счету какого-нибудь платного ладно попробуем сейчас в общем начали мы свою рыбалку тарасыч первую очередь начал цеплять живца на поплавочную оснастку это самый простой эффективный метод здесь не нужно вникать в тонкости применения проводок типов приманок рассветок не нужно покупать дорогие качественные снасти нужно всего лишь забросить свою старую баллонскую удочку и ждать все заботы по привлечению хищника живец берет на себя удилищу трассача длиной 5 метров с пропускными кольцами тестом 10 30 грамм после наживления и заброса живца попробовали ловить на хорватское яйцо это очень интересная самодельная приманка для ловли хищника на заросших участках водоема эта приманка поверхностная обладает хорошей проходимостью изготовил тарасич из пробки из-под шампанского немного я подточил придал форму яйца разрезал до половины вставил в сетный крючок и небольшой грузик аккуратно заклеил покрасил и прицепил в конце у крючка силиконовый фиброхвост очень интересная приманка нужно будет себе такую сделать но по холодной воде она не сработала скорее всего более эффективно в теплое время года попробовал я ловить на подобную снасть но как ни старался поклевок вообще не было как говорил наш рыбак григорьевич царство небесное не клюет и не прикажешь а вот и встреча с подписчиками канала все для клёвых ребята тоже пытались ловить хищника мне даже это удалось поймали небольшую щучку такую конечно бы я наверно выпустил ну наконец-то тарасович открывает счет и наживца вылавливает первого щуренка аккуратно его снимает чтобы не навредить и отпускаем а я пытаюсь что-то поймать на блесну атом очень интересная блесна которые выпустили впервые более 60 лет назад при правильном умении блесна атом имитирует поведение напуганной или раненой рыбки что изо всех сил пытается не стать добычей хищных рыб этим блесна атом и провоцирует хищника на атаку лучше чем другая блесна при ловле на атом подойдет медленная проводка которая совершается на медленной скорости когда блесна опустилась на дно резкими короткими движениями она подбрасывается на поверхность и опять ложится на дно также ловят проводка с элементами твичинга с добавлением слабеньких рывков или монотонная проводка с рывками это когда удилище дергается два-три раза потом пауза и снова вырывки но как я не пытался делая проводки у дна и делая про поверхностные проводки и проводки с половинным заглублением ни одной поклевки не было и мы стараться чем решили переехать на холодный канал на чеках в селе маяки уже начали собираться как у тарасович очередная подплевка на живца но щеленка вытащить так и не удалось сорвался с крючка видать тарасыч слабо потек ну пусть уходит мы все равно маленьких не берем по приезду на холодный канал с мостика мы увидели множество малька в канале думаю о том что здесь как раз и должна быть щука тарасыч стал от меня в метрах 50 я расположился на мостике и попробовал опять ловить на колебалку атом начал с проводки вдоль камышей зная о том что щука любит в них маскироваться и выжидать жертву проплывающую мимо результата не было мостик был хлипкий и поломанный в средней его части около метра среднего пролета не было а половить в передней части очень хотелось в голове крутились две мысли ловить так как есть задней части моста или попробовать перепрыгнуть метровую часть отсутствующего мостика с желанием половить на перспективном месте с возможностью зацепиться упасть и намочиться оценив свои физические возможности прикрепив к ним жгучее желание поймать щуку я сделал шаг вперед фух я у цели ну щуки трепещитесь сейчас я вас всех поймаю теперь у меня появилась возможность сделать проводки вдоль камыша противоположного берега и через 15 минут без результативных запросов я понял что нужно идти к тарасовичу но нужно было перейти опять метровый барьер отсутствующего мостика но здесь меня уже ничто не остановит на микро джигульку поменял поставил в лесочку как бы что-то свои я кушок такой даже третий до ну это водный мир так что пусть уходит понятно я пока 5 упадет опять немножечко ждем пока 5 упадет иногда видно полез просто у меня удилище не под этот груз ну неважно нет ничего а до этого было и так вот вы ушли перед тем как вы приехали тоже так красиво в сторону повел что-то такое ну на ладошку на и так что там трассишь это щурята такая микро 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 красавчика да сейчас отпусти друзья это мы на холодном как он заза на холодном канале заплатили 250 гривен вдвоем вот такие какашку такую ловить могли ловить точно то же самое могли там бесплатно нам подороже нам надо подороже и так друзья смотрите как трасса кидает за уголок тихонечко только на опа и за уголочком у нас там лежит фасон на подтянул вот там хай плавает клюет клюет раз я вижу ну пусть потом буквально на сколько минута секунда это же не клев клев должен быть вода и не взяла не взяла да мелочь пузатая или сбила его или все уже не клюет но это не живет живет так не клюет что наверно вытаскивать надо наверно съел подождем сейчас вторую закинул манюсенькая есть ну такой симпатюльчик на микро джек да на микро джек маленький листунчик чик и ушел покажите микро джек вот народу сколько грамм там может грамм может полтора наконец-то у меня первая щучка это на холодном канале есть выход в реку днестр и прямо на выходе мы с тарасовичем стали я ловил подальше на джек головку весом 14 грамм а трассич ловил поближе микро джеком в 2-3 грамма сосед слева тоже ловил на микро джек с силиконовой прибанкой у него тоже поклевка хорошего огня красавица куневич такого можно было бы оставить но смысла в этом уже не было а у соседа под вечер хорошая щучка и тоже на микро джек так что друзья нет смысла платить на чеках за ловлю на холодном канале если есть возможность ловит они зре друзья вы только посмотрите на этот пейзаж заката на реке днестр солнце отражается в воде красными и желтыми лучами поверхность воды спокойная в зеркальной глади отражаются облака и солнечные лучи озаряют их золотом в этот момент и воздух кажется упоительным и ничего не раздражает глаз наоборот хочется смотреть и смотреть на эту сказочную красоту природы и на душе от этого становится легко и спокойно друзья берегите берегите нашу природу не бросайте мусор дайте возможность насладиться такими пейзажами нашим потомкам друзья если видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал все для клева и участвуйте в конкурсе осталась одна неделя всем всего хорошего удачи встретимся на рыбалке пока пока